На политическом фронте Владимир Зеленский, президент, предупреждает Запад о перераспределении мира после прекращения помощи Украине. Вот здесь мы должны остановиться немного на этом тезисе. Президента Зеленского взволновало то, что волнует и нас тоже точно так же. Он надеется, что Соединенные Штаты Америки не перестанут помогать Украине. В противном случае Европе одной не справится. Эта неделя в очередной раз критична. Сразу скажу, это не отдельно от Зеленского, вам говорю. 1 февраля был, по крайней мере, намечен саммит Евросоюза, где должен обсуждаться вопрос про 50 миллиардов. Мы к нему еще вернемся, что сейчас делают с венграми за 50 миллиардов. И надежда на то, что Сенат, пока не Конгресс, а только Сенат, проголосует, возможно, на этой неделе, вот пакет помощи Украине. Но уже в Конгрессе Майкл Джонсон, трампист, сказал, не, нам не нравится уже. Мы еще этот договор не видели, но нам уже не нравится. Прямо как еврейская мама выступил Майкл Джонсон. Говорит, мы еще не видели, что вы договорились о границе, но нам уже это не помогает. У меня даже мысль возникла такая. Я вчера подробно, сегодня про выборы не буду говорить в США. Слишком много вчера говорил в стриме. Если вы хотите, посмотрите. Но в Украине мы отменили выборы из-за войны. Мне стало вдруг обидно, что другие страны не отменили выборы из-за войны. Потому что они же тоже воюют. А что у них выборы? А почему стало обидно? Потому что сейчас, например, Трамп использует, очевидно, вот эту борьбу вокруг этого границы во своих предвыборных целях. Имеет право, как говорится. Было бы сейчас мирное время. Внутренняя политика, внутриполитический вопрос про эти границы, про иммигрантов и так далее. И любой из кандидатов мог использовать то, что хочет. Это было бы их легитимное право. Но если погибнет из-за этого Украина, а за ней, возможно, и Европа, будет обидно. Вот Монулизу уже супом облили. Это уже. Это первая ласточка. А что будет с Украиной, если сюда россияне придут? Это вам некие активисты в Лувре. И бронестекла у нас на каждом нет. Цитирую Зеленского. Я верю, что Европа не останется одна. Здесь вопрос комплексный. Первое. Европа одна не справится на том уровне, на котором Украина получала до этого поддержку. Ни оружие, ни финансовое. Наверное, если бы вся Европа объединилась, она смогла бы дать достаточную поддержку Украине. Но Соединенные Штаты имеют такое влияние, когда сигналы не очень позитивные, они имеют такое же влияние на некоторых лидеров Европы. Понимаете, о чем говорит Зеленский? О том, что вот сейчас, значит, там внутри США началась борьба, все не так однозначно внутри США, и уже Европа тоже начинает сыпаться. Уже Венгрия что-то хочет территорией, но не Венгрия, хорошо, какая-то партия появляется, которая говорит, хотим территорию Украины, у Румынии появляется такая партия, и уже все по-разному. И растет рейтинг правых в вот этих, ну как сказать, как их назвать даже, не знаю еще, фашистов в Германии. Потому что почуяли, что Америка дает слабину. И только финны от этого консолидируются. Поэтому я считаю, дальше говорит Зеленский, что если так произойдет и в США, не дай бог будет затягивать процессы по поддержке Украины, это будет иметь влияние на объединенную Европу. И здесь есть последовательные проблемы. Первое, это дефицит оружия и финансов в Украине. Второе, я думаю, что потеряется союз между сестра, извините, и Европой. Третье, Европа сама поймет, что это сигнал, что если Украина не выдержит, и Путин пойдет вперед, это сигнал относительно того, что Европа останется в одиночку среди стран НАТО, кто будет противостоять России. Это будет серьезная угроза. Путин этим воспользуется на 100%. И это будет говорить о том, что в НАТО, что и НАТО не будет таким крепким. Но остальное даже рассказать не буду, поэтому я считаю в целом, перераспределение мира, вот как это называется, перераспределение мира. Неужели какой-то Путин, реально вот этот вот жалкий старик, приведет к перераспределению мира? Я прям не очень не хочу в это верить. Ну неужели так? Ну конечно это не Путин. Конечно он здесь ни при чем. Но знаете как, вот в российской оппозиции справедливо говорят, что война высветила все проблемы, дыры, трещины в путинской системе, в путинской России. Но похоже она высветила проблемы, дыры и трещины и в западном мире, и в США, и в Европе, и внутри Евросоюза, и внутри каждой отдельной страны. И тут вопрос, кто лучше с этими трещинами справится. У кого они пойдут и расширятся, и прорвут плотину, да, как трещина в плотине. А у кого, кто покажет себя, как говорил Насим Талеб, антихрупким. Удар, трещина, и мы только становимся крепче, 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 заращиваем эти трещины. Пока не знаю, пока не знаю. Но, так как, как сказал опять-таки, значит, один человек, другой писатель, что оптимизм – профессиональная обязанность писателя, это сказали два писателя сразу, то вот вам оптимистичные новости. Значит, Financial Times сообщает, что Евросоюз разрабатывает план подрыва экономики Венгрии. Евросоюз разрабатывает план не помощи экономики Венгрии, а подрыва экономики Венгрии. В случае отказа венгров согласовать выделение нового пакета помощи Украине. А как вам? Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на внутренний документ Евросоюза. Брюссель собирается обвалить курс венгерского форента и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить рабочим местам и росту экономики страны. Вау, ничего себе. Курс форента они собрались обваливать? Евросоюз? Что-то похоже у бабушки отрасли яйца, нет? С одной стороны, это горько слышать, что внутри ЕС вот таким способом приходится перевоспитывать какие-то страны. Ну что же делать? Не одним пряником, значит кнут, значит кнут. А что делать? Мы вон воюем по-настоящему с Россией, пусть они хотя бы экономически с Венгрией повоюют. У них есть такие возможности. Если, пишет Financial Times, если премьер-министр Венгрии Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением напугать рынки. Ну дальше там венгерский министр по делам ЕС заявил, что не слышал, ничего не знаю, что Будапешт не подаст давлению, Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь. Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах. Но пока картина вот такая интересная. А вот вам еще одно новое приключение толстого мальчика Орбана. Президент Еврокомиссии, Шарль Мишель. Ой, он не президент Еврокомиссии, председатель Евросовета, конечно. Шарль Мишель, помните такого? Ну большой друг Украины с первого дня прям огромное количество всего для нас сделал и политические заявления, и реальные шаги. Мы не ожидали такого. Прямо как у Русулла фонда Греляет. Так вот, он передумал уходить с поста председателя Европейского Совета. Он собирался уйти с поста председателя Европейского Совета, чтобы выдвигаться в Европарламент. Но возник риск, что его место займет Орбан. Тогда Шарль Мишель сказал, не, 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 только не Орбан. Я лучше, знаете, не буду заниматься своей карьерой, но не пущу Орбана в это кресло. Вау, дожили, 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 дожили. Вот такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok